В итоге Международный уголовный суд требует выписать ордер на арест премьер-министра Израиля и министра обороны, а также на руководителей Хамас. Что это? Торжество Фемиды или подковерные игры? С одной стороны, МУС, этот первый постоянный международный орган уголовной юстиции, как бы уравнял представителей правительства Израиля и исламистской организации, которую многие страны признают террористической. С другой, единого мнения по поводу требования прокурора Карима Хана нет ни среди стран совбеза ООН, ни в европейском сообществе. В Лондоне посчитали, что требование МУС является контрпродуктивным для начала мирного процесса в регионе. Италия тоже поддержала Израиль. В Чехии назвали привлечение израильских чиновников к ответственности пугающим и абсолютно неприемлемым. Аналогичного мнения придерживаются и в Германии. А вот Франция, Бельгия и Словения поддержали ходатайство МУС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, видимо, оглядываясь на многочисленные акции в поддержку Палестины, защищать Израиль не стал. И сказал, что все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решение суда. В России отреагировали на реакцию США. Любопытно в плане, наверное, отношения Соединенных Штатов Америки, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытно. А спикер МИДа Мария Владимировна Захарова сказала, что ситуация с инициативой МУС и США напоминает ужалившего самого себя скорпиона или паука, запутавшегося в собственных сетях. Может, ему и дальше пойти? А почему нет? Пусть он запросит ордер на арест того же самого Джорджа Буша. Напомним, президент США назвал требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галланта возмутительным. По словам главы Госдепа Блинкина, отождествление Израиля и Хамас позорно. Миллер напомнил, что Украина признает юрисдикцию международного суда, а Палестина нет. Поэтому то, что можно делать в отношении России, нельзя в отношении Израиля. Хотя ни Россия, ни Израиль не являются членами МУС. Вы же видели, когда Международный уголовный суд и его прокуроры, или как они себя называют, объявили о выдаче ордеров на арест российских представителей, тут же весь коллективный Запад заявил о поддержке, аплодировали стоя буквально. То есть юрисдикция инстанции распространяется на конфликты, в которых одна из сторон ратифицировала римский статут. Например, Украина или Армения. Американский сенатор Линдси Грэм пошел дальше всех и заявил, что власти США могут стать следующими после руководства Израиля, кто получит ордер на арест от Международного уголовного суда. К слову, в США принят закон, по которому американская армия имеет право силой освободить любого своего гражданина, арестованного МУС. Этот закон в шутку называют «овторжение в Гаагу». В Хамас тоже ответили МУС. Сказали, что палача приравнивают к жертве. И все. И все равно, кажется, что больше всех требований МУС возмущены в США. Даже больше, чем в Израиле. Конечно, и в Тель-Авиве звучали протестные речи на разных уровнях. И тем не менее, возникает странное чувство подлога. Издание «Политико» расшифровывает это чувство так. Так, требование главного прокурора МУС Карима Хана выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху спасло политическую карьеру главы Кабмина, позволив ему удержаться у власти. Так и пишут, как раз в тот момент, когда казалось, что дни пребывания Нетаньяху у власти наконец сочтены, МУС пришел ему на помощь. Газета утверждает, что обвинения израильского руководства в военных преступлениях не только не приведут к приостановке боевых действий в секторе Газа, но и заставят израильтян сплотиться вокруг своего премьера. Израильский политолог Михаил Финкель, комментируя ситуацию, заявил, что вполне допускает. Юристам ВУС скоро позвонят очень серьезные люди и потребуют прекратить все это безобразие. Велика вероятность, что ордер не будет подписан за неимением улик и доказательств, потому что этот звонок может поступить из Вашингтона или Лондона. И те, и другие, кстати, осудили это решение. И, скорее всего, это дело разрушится, как лопнуло первое дело, инициированные ЮАР против Израиля, где тоже фигурировало обвинение в геноциде. Не было предъявлено внятных улик и доказательств преднамеренного геноцида гражданского населения в Газе. Любопытно, что за 20 лет своего существования Международный уголовный суд в Гааге занимался преследованием в первую очередь лидеров африканских стран, потратив на эти цели более миллиарда долларов. Многие государства Африканского союза, почти обвинив Мус в ангажированности и политизированности, денонсировали римский статут. Самым громким и самым неоднозначным делом Муса стало дело против Муаммара Каддафи. Тогда главным прокурором Международного уголовного суда был скандально известный Луис Морено О'Кампо. При нем выписали ордера на арест ливийского лидера, его сына и главы ливийской разведки, обвинив их всех в преступлениях против человечности. Луис Морено О'Кампо 22 ноября 2011 года ордер на арест Муаммара Каддафи был отозван из-за его смерти. Но дело по Ливии до сих пор не закрыто. Саиф Каддафи по-прежнему разыскивается Мус, несмотря на то, что он уже был осужден ливийским судом и освобожден по амнистии. Юристы Каддафи-младшего отправили в Мус ходатайство о прекращении преследования своего клиента, так как за одно и то же преступление нельзя судить дважды. Но босс и ныне там. А ведь еще 6 июля 2016 года адвокат Каддафи-младшего сообщил, что его подзащитный был освобожден 12 апреля того же года по объявленной правительством в Табруке амнистии. Адвокатом Каддафи-младшего, между прочим, был уроженец Эдинбурга Карим Асад Ахмад Хан. Тот самый Карим Хан, который с февраля 2021 года занимает почетное кресло главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Спасибо большое. Не история, а просто опера какая-то. Эффектное зрелище для народа. В итоге, максимум, что грозит Нитаньяху и Синвару, это арест в тех странах, которые ратифицировали римский статут. Но разве они собирались в Армению?